Нужно много смелости, чтобы пройтись по первому льду. И еще больше, если хочется на нем остаться подольше. Вероятно, рыбаки как раз из таких. Каждый день сотрудники МЧС проводят рейд на пяти инспекторских участках. Они беседуют с рыбаками и раздают им специальные памятки. У нас в ежедневном режиме проводятся замеры толщины льда на всех участках. То есть у нас 48 мест выхода людей на лед, массового выхода людей на лед. На них в ежедневном режиме проводятся замеры льда. Также толщина льда выставляется на сайте МЧС. И в центре кризисных ситуаций подается данная информация. Если к виду сотрудников МЧС бывалые рыбаки уже привыкли, то присутствие представителя следственного комитета заставит их задуматься о своей жизни. Совместный рейд проводится впервые. Планируется, что такие будут проходить на регулярной основе. Сегодня мы будем общаться с рыбаками, которые, несмотря на неокрепший лед, несмотря на то, что еще не устояла зима, все же выходят и начинают рыбачить. Одного за другим Сергей достает из лунки ротанов. Рыбка маленькая, но мужчина уже наловил целый пакет. Так он рыбачит целую неделю. Говорит, на лед выходить не страшно. Рыболовный стаж уже более 50 лет. Уже научился определять, где опасно, а где нет. По перволюбине надо выходить одному. Надо всегда смотреть, где люди. Люди подскажут. Если они рядом сидят, значит лед крепкий. Если они под леностью сидят и стараются не подходить друг к другу, значит лед очень-очень слабый и нужно быть аккуратным и аккуратным. Сам Сергей с Владивостока за свою жизнь осмотрелся, как лед проламывается и под людьми, и под автомобилями. Поэтому перед выходом на лед всегда проверяет его пешней. Да и при себе всегда носит средства самоспасения. С собой у меня сейчас нет, поскольку лед был. А в машине лежат, ну это продается в магазине, два таких поручня с шипами, чтобы можно было выбираться. Ну кусок веревки, естественно. Ну такие-то вещи есть, конечно. Сергей не единственный человек на водоеме. На окрепший лед уже вышли рыболовы. За свою жизнь они не переживают. Говорят, лед выдержит. По последним измерениям толщина его на водоеме 12 сантиметров. Допустимая – 7. Но это не значит, что стоит сразу гулять по нему, как в парке. На льду всегда нужно оставаться осторожным. Следует проверять крепость льда пешней и ни в коем случае не ногой. Всегда иметь при себе средства самоспасения и ни в коем случае не выходить на лед в одиночку. Валерий Седов, Игорь Глоутов, телекомпания «Город».